Всем-всем, наидобрейшего денёчка! Я вам уже хвасталась своим запасом семян к весне тут, каких только не напокупала, то есть много всего, буду пытаться, буду пытаться рассаду сажать, тут у меня и помощников много. И в общем, я кое-что заказывала в садах России. Не-не-не, феюшка вон уже помогает. Не надо утаскивать все семена, рано, если, миленькая, рано, рано. И вот в садах России они мне прислали два журнала. Естественно, глаза же заведущие, ручонки загребущие, сразу же всего столько захотелось. Вот тут и семена цветов, и луковицы, они тут немного отличаются. Здесь вот один журнал овощи-цветы, пряно-вкусовые культуры, ягодные культуры. А здесь уже более подробный каталог, плодовые и ягодные культуры, декоративные, лук-картофель-цветы. Естественно, много всего интересного. Мало того, что у меня земли нет, так даже и места нет. Помидорок-то я всяких закупила, и желтых, и темных. Мой летний эксперимент не очень удался. Но вот хотя я и сажала в июле месяце помидоры, но потом гусеницы сожрали, в осень даже ничего не принесла. Шиху, не надо, не надо феюшке помогать таскать семена. Ну, еще тут всякого-всякого, конечно, насмотрелось интересного много. Но меня вот заинтересовал один картофель. Просто я, честно говоря, такого не видела. Я видела фиолетовый картофель с такими как вкраплениями. А тут вот увидела картофель-чудесник. Посмотрите, он внутри весь такой темно-темно-фиолетовый. Вот кто-нибудь пробовал вообще такой картофель? Выращивал кто-то, вот вообще как он на вкус, мне вот интересно. То есть такие-то разные картофели мы с родителями в саду выращивали. И чего только не было, кто-то угощал, еще что-то. А вот этот прям темно-темно-фиолетовый внутри. Очень необычный. Вот здесь цена указана 260 рублей за 10 штук. Но это они будут по весне уже высылать. То есть не сейчас, а весной это они высылают. Ты сейчас можешь делать заказ. Вот он меня толкает, говорит, лучше меня гладь. Вот прям нелюбопытно сильно стало. То есть вот с этим вот картофелем. Может кто-то знает. Ну и тут тоже, конечно, и саженцев, и цветов очень-очень много. Это прямо вот безобразием они занимаются и издеваются над юными садоводами. С неокрепшей психикой, которым хочется все. Сразу же на одном квадратном метре. Тут ягоды, ежевики, тут смородины, в общем, яблоки. Ну, все-все-все, в общем, что хотите. А на сайт так залезешь, вообще никогда не вылезешь. Если у кого-то... Опять я возвращаюсь к картошке. Если у кого-то вот был такой опыт, поделитесь, пожалуйста. Просто очень любопытно, очень интересно. То есть что это за картофель такой и какой он на вкус. То есть, возможно, я даже закажу и попробую вырастить в миске или в ведре. Но пока у меня муки идут. Стоит, не стоит, потому что минимально. Заказ вроде бы на 2000, но могу обмануть. То есть, поэтому... А, 2000, чтобы доставка была бесплатная. Ну, а так, конечно, меньше заказывать тоже смысла нет. Доставка выйдет очень дорого. Почтовые расходы. Так что, причем сады России. Я уехала из Челябинска. Это челябинская фирма. И в Челябинске у них много магазинов. Вот так вот. Вот. Всем добра. Рассады хорошие. Всего самого лучшего. Замечательных покупок. И чтобы вас все радовало. Всех целую, обнимаю. И привет от маленьких кокозябрукосов и грилок.